Здравствуйте! В эфире передача «Наш город» в студии Константин Перевозчиков. Сегодня расскажем о том, как развивались события, что они нам сулят и, конечно же, чем запомнилась эта неделя. Главным событием минувшей недели, безусловно, стали выборы губернатора Нижегородской области. После ухода тяжеловеса от политики Валерия Шанцева в сентябре 2017-го место главы региона занял молодой технократ Глеб Никитин, но с приставкой в Рио, то есть временно исполняющий обязанности, до очередных выборов, которые назначили на 9 сентября. В этот день по всей стране открылись тысячи участков, где россиянам предложили выбрать политиков новой волны. Ход голосования подробно освещали все ведущие телеканалы страны, в том числе и наш. Корреспонденты канала «16» одними из первыми пришли на избирательные участки. Что они увидели и как в итоге распределились голоса соровчан, расскажем прямо сейчас. На часах еще не было и восьми утра. Соровчане уже подходили к своим избирательным участкам, чтобы отдать голос за одного из кандидатов на пост губернатора области. Всего в голосовании приняли участие почти 34 тысячи жителей нашего города. Некоторые приходили целыми семьями. Жители должны поддержать и стратегию развития Нижегородской области, и того человека, который поведет эту стратегию вперед. Программа развития Сарова, программа создания научно-образовательного центра, программа развития кластера – все завязано именно в этой стратегии. Все мероприятия, которые есть сейчас и прописаны по городу Сарову, они также включены в стратегию развития Нижегородской области. Поэтому не проголосовать просто нельзя. В этот день жители смогли выразить свое отношение по поводу проекта «Стратегия развития-2035». В обсуждении этого документа изначально приняли участие эксперты из различных сфер деятельности. Но что произошло потом, это вообще беспрецедентная, по крайней мере, у нас в регионе, а может быть даже и в стране процедура. Это когда разные люди, трудовые коллективы, общественные организации приняли участие в широком общественном обсуждении, внесли достаточно много предложений. Сейчас они будут проанализированы. Если голосование пройдет должным образом и за стратегию, люди выскажутся, поддержат ее, то документ будет существенно доработан и действительно станет народным в полной мере. Многие из тех, кто пришел в этот день на избирательные участки, отметили, что голосуют не для того, чтобы просто выполнить свой гражданский долг, а верят, что действительно могут повлиять на судьбу нашего региона и города. На сегодняшний момент по состоянию на час дня явка на моем участке около 500 человек. Это примерно 25% избирателей. Все проходит в штатном установленном порядке. Люди приходят, делают свой выбор, голосуют. На сегодняшний момент нарушения не зафиксированы. В Сарове подсчет голосов уже закончен. По данным территориальной избирательной комиссии, явка в нашем городе составила более 40%. Чуть больше 6% горожан отдали свой голос за Александра Быкова. 8,6% за Клочкову. Чуть больше 12% за Курдюмова. 24,8% набрал Егоров. Более 40% саровчан проголосовали за Глеба Никитина. В целом по области действующий в Рео губернатора также занимает лидирующую позицию. За него проголосовали 67,7% жителей региона. Мария Руинч, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Минувшие выходные в Сарове запомнились не только выборами, но и первым в истории города модном показе. 9 сентября, во Всемирный день красоты, на набережной жилого комплекса Саровской Ривьеры прошел фэшн-викенд от мастерской «Дело вкуса». Дизайнер Елена Бабинова представила настоящую коллекцию нарядов в стиле спортивного шика и городского костюма с отчетливым влиянием народных мотивов. Моя коллега Дарья не только побывала на показе в качестве журналиста, но и лично приняла участие в модном дефиле. Самый красивый день осени в самом красивом жилом комплексе нашего города. Саровская Ривьера собрала на своей набережной всех тех, кому небезразличны чувства стиля и современные модные тенденции. Под этнические музыкальные мотивы на подиум первого в городе фэшн-викенда выходят девушки в русских костюмах. Ручная вышивка, сарафаны и пышные юбки, насыщенная цветовая гамма, украшения и оригинальные головные уборы. На создание этой коллекции дизайнера Елену Бабинова вдохновил русский народный костюм. Естественные, яркие, артистичные. Было видно, насколько им приятно чувствовать себя в этом образе. И эти костюмы, которые они на себе примерили, и движение. 25 саровчанок и две совершенно разные коллекции. И все это в неожиданной для дефиле локации на фоне современной архитектуры жилого комплекса «Саровская Ривьера». После коллекции в русском стиле на импровизированном подиуме набережной реки Сатис появились девушки в стиле пинап. Показ мод для нашего города – это события выдающиеся. Я даже и не вспомню таких. Потом мне было очень интересно пообщаться с людьми вживую, полюбоваться, конечно, моделями и самой приберить костюм. Сегодня в фэшн-индустрии популярны понятия «народная модель». В последние годы модные дизайнеры отказываются от общепринятых стандартов красоты 90-60-90 и делают выбор в пользу интересных типажей простых девушек. Маргарита Степанова участвует в показе студии «Дело вкуса» уже во второй раз. «Дело вкуса, и вот мне прям очень по душе ее наряды. Я была поражена первый раз, когда увидела их и участвовала. Когда встал вопрос о втором разе, даже не раздумывала. Девчонки все суперпозитивные. У нас на репетициях сложилась такая дружественная атмосфера, что, я думаю, все чувствовали себя сегодня на высоте». К показу моделей готовила целая команда специалистов сцен движений и пластика от хореографа, модный образ, созданный руками профессионального дизайнера одежды, визажистов и парикмахеров-стилистов. Все утро мастера студии «Фрэш» трудились над прическами для народных моделей. «Все очень здорово, потому что то, что я хотела, я получила. Это фан, это драйв, это очень весело, это прикольно. Это не очень простая подготовка, потому что 25 девушек, 25 собрать на репетицию – это было очень сложно. Но тем не менее, все приходили, все были в настроении, все были счастливы». День красоты на Саровской ривьере удался. Зрители и участники фэшн-уикенда наслаждались отличной погодой и красивыми коллекциями одежды. А те, кто посмелее, принимали участие в конкурсах и получали ценные подарки от организаторов. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». На европейскую часть России медленно, но верно надвигается золотая осень. А вместе с ней – ее верные спутники – грипп и урви. Уже сейчас медики предсказывают приход двух новых штаммов. Так называются разновидности гриппа, который научился сражаться за место под солнцем. И в ответ на каждую новую вакцину ведет в бой свежие силы. К счастью, вирусологи смогли опередить врага. И уже сейчас в больницы страны поступают препараты, которые не дадут гриппу разгуляться. Но только в том случае, если люди сами проявят осмотрительность и не пожалеют пару часов своего личного времени, чтобы навестить приклинику и сделать прививку. Каждый год в одно и то же время. Именно так можно сказать об эпидемии гриппа в России. Наверное, сложно найти человека, который никогда в жизни не болел гриппом. Все знают симптомы этого заболевания – высокая температура и поражение дыхательных путей. Чаще всего от этого страдают дети, посещающие сады и школы, потому что инфекции там разносятся моментально. Но думающие родители, конечно же, помнят – чтобы не заболеть, надо прививаться. Вакцина от гриппа, она действует уже, начинает действовать через 8-12 дней от момента, когда ее сделали. И продолжается ее действие до в среднем 8-12 месяцев. То есть ребенок защищен на весь последующий год. Прививка от гриппа в России – дело добровольное. Но, как подчеркивают врачи, только благодаря массовой вакцинации населения, актуальным штаммом против гриппа в нашем городе давно не слышали об эпидемии этого заболевания. Это касается не только детей. Реже болеть стали и взрослые. В нашем городе среди взрослого населения в последние 8 лет не было эпидемии гриппа. Это практически заслуга того, что достаточно большая прослойка населения охвачена прививками против гриппа. В этом году по традиции бесплатно могут привиться дети с 6 месяцев, школьники и учащиеся техникумов и вузов, работники образовательных и медицинских учреждений, а также сотрудники других социальных направлений. Также на прививку могут рассчитывать беременные женщины, люди пожилого возраста и жители города с хроническими заболеваниями сердца и легких. Если по тем или иным причинам в сезон обострения заболевания вы не сделали себе или ребенку прививку от гриппа, советы врачей остаются неизменными. Мы не рекомендуем посещать концерты, допустим, какие-то массовые мероприятия, использовать масочный режим, кто-то, если в семье особенно заболел, ну, в принципе, витамины. Прививочный сезон в Сарове уже стартовал. Затягивать с полезным уколом не стоит, как не стоит и бояться побочных эффектов вакцины. Главное, следует помнить, что последствия от перенесенной болезни значительно тяжелее, чем последствия от введения вакцины. Уже в средние века представители схожих профессий начали объединяться. Ведь один в поле не воин, а отстаивать свои интересы всегда проще, чувствуя локоть товарища. Эта простая истина была справедлива еще во времена крестовых походов и ничуть не изменилась сейчас. Просто на смену цехам, как тогда называли корпорации торговцев и ремесленников, пришли профсоюзы. Например, отраслевой профсоюз работников НЕФ, который в этом году отмечает юбилей. Больше полувека он стоит на страже интересов тех, кто пришел на работу в главную ядерную кузню страны. На праздник пришли не только председатели активистов правкомов, но и ветераны профсоюзной организации. Юбилей отраслевого союза атомщиков – это повод оглянуться назад и оценить накопленный опыт. Его история тесно связана с историей не только научно-исследовательского института, но и страны в целом. История профсоюза атомщиков богата и уникальна. Как уникальна сама отрасль, как уникальна продукция, которую создают работающие в ней люди. Руководители ядерного центра отметили, что именно люди – главная ценность предприятия. И на всех этапах развития института профсоюзная организация всегда отстаивала права сотрудников в самые сложные и переломные времена. Профсоюзы прошли испытания экономического кризиса, реформирования отрасли, изменений законодательства и доказали важность своей работы. Нам удалось сохранить отрасль, сохранить ее кадры, сохранить технологии. Вот такие жесткие требования со стороны профсоюзной организации помогли руководителям предприятия, руководителям отрасли выжить в это непростое время. Сотрудники ядерного центра, наблюдая за работой правкомов, ежегодно пополняют ряды профессионального союза атомщиков. Уже 74% работников стали активными участниками правкомов различных подразделений ядерного центра. И мы должны сделать все возможное, чтобы каждый сотрудник нашего коллектива нашел свое место, имел возможность раскрыть свои таланты и эффективно работать с верой в сегодняшний и завтрашний день. На торжественном вечере отметили заслуги ветеранов правкомы, наградили их благодарственными письмами и памятными подарками. Праздник продолжили гости из Нижнего Новгорода. Майя Балашова и стайл-квартет, который исполнили для зрителей хиты советских лет и русские народные песни. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. И еще об одном юбилее. 29 октября исполнится 100 лет со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Школы комсомола прошли свыше 200 миллионов юношей и девушек. Ими был накоплен большой опыт во многих сферах жизни страны. Сегодня по всей России идет подготовка к юбилею в ЛКСМ. Вопросы проведения праздничных мероприятий в нашем городе обсудили на оргкомитете в администрации. В честь юбилея комсомола 26 октября в нашем городе пройдет большое отраслевое мероприятие с участием делегаций из других городов и приглашенных артистов. Предположительное место проведения – драматический театр. А 29 октября саровчане отметят день рождения комсомола большим праздничным концертом в Доме Молодежи, все участники которого получат юбилейные орденские знаки. По содержательной части мы договорились, что это будет исторический блок, значит, это будет блок современности, и дальше это будет блок комсомольские песни. Мы его так в прошлый раз назвали в формате караоке. Но и для тех, кто будет самый стойкий, предполагается завершение танцевальная программа. А в начале октября в городском музее откроется выставка, посвященная столетию ВЛКСМ. Целевая аудитория – ученики школ города. Экспозиция расскажет подрастающему поколению об истории развития комсомола в нашем городе и познакомит школьников с ветеранами советского молодежного движения. Первый этаж – выставочный зал основного здания музея. Ну, как всегда, то есть наше традиционное место, где мы проводим. 2 октября она открывается и будет работать еще за пределами столетнего юбилея. Накануне городских торжеств по случаю юбилея ВЛКСМ делегация из 15 саровчан отправится в Нижний Новгород на областной праздничный съезд ветеранов комсомольского движения. Трое представителей нашего города будут награждены знаками регионального комитета. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24. С 1 января 2019 года вступает в силу новый федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, который в народе уже называют дачной конституцией. В администрации обсудили один из пунктов нового закона, который касается вопроса взаимодействия садово-огороднических кооперативов и власти. С нового года жизнь дачников изменится и коснется от абсолютно всех садово-огороднических обществ. Один из ключевых вопросов взаимодействия чиновников и дачников и решения проблем последних теперь будет строго регламентирована законом. Органы власти получат право поддерживать садоводов и огородников и решать возникающие с них проблемы за счет средств федерального бюджета. В старом законе не было федеральных органов власти. Теперь уже федеральные органы власти могут через свои программы помогать садоводам. По крайней мере, они могут направлять какие-то предложения в региональные власти и дальше уже как-то там более быстро решается. Новый закон не просто начнет регламентировать взаимодействие между муниципалитетом и дачниками, но даже позволит ввести в структуру администрации отдел, который будет заниматься реализацией региональной и муниципальной политики по поддержке садоводства и огородничества, а также займется разработкой специальных программ по улучшению инфраструктуры дачных товарществ, будь то проведение электричества, водоснабжения или ремонт дорог. Если будет принята программа, то она обязательно к исполнению. То есть вот этот закон дает больше возможности реализовать ваши права и ваши хотимые. На заседании председатели садово-огороднических обществ воспользовались и возможностью задать интересующие их вопросы напрямую директору департамента городского хозяйства. В основном проблемы касались подъездных дорог к дачным кооперативам. На сегодняшний день специалисты департамента предложили ремонтировать дороги через участие в программе поддержки местных инициатив. Принципы софинансирования непонятны. 50% область, 30% муниципалитет и 20% – это, как правило, члены кооперативов, которые заинтересованы в том, чтобы дорога была сделана целиком. За собой мы обязательства оставляем по поддержанию дорог как минимум в режиме ямочного ремонта, это точно. Начало обсуждения нового закона положено. В том, что дачная конституция принесет садово-огородную сферу кардинальной перемены, сомневаться не приходится. А вот сделает ли новое законодательство проще и удобнее жизнь дачников, будет понятно уже в ближайшее время. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Жизнь на пенсии может быть интересной и разнообразной. В этом точно уверены ветераны второго и третьего микрорайонов нашего города. Дачный сезон подходит к концу, а это значит, что у бабушек и дедушек появилось больше свободного времени, которое можно занять увлекательными поездками, экскурсиями, концертами и встречами с друзьями. О том, какие вечера для пенсионеров проходят в Центре социального обслуживания, расскажем в следующем репортаже. В зале «Нет свободных мест» детский ансамбль «Задоренко» исполняет для гостей вечера народные песни. Зрители не скрывают улыбок и поддерживают юных исполнителей дружными аплодисментами. В такой легкой и душевной атмосфере проходят встречи ветеранов второго и третьего микрорайонов. А осень-то какая! Люди пришли, как на праздник, нарядные. Все собрались. Они любят эти праздники. Все наши пожилые люди, ветераны праздники любят. И все с удовольствием ходят. И об этом Анна Ивановна Гришина знает не понаслышке. Активная пенсионерка уже не первый год занимается организацией досуга для ветеранов своего микрорайона. Поддержку в проведении праздников, концертов и совместных поездок для бабушек и дедушек традиционно оказывают народные избранники. Депутаты нас не обижают. Ну и мы их уважаем. Когда чего-то попросят нас. Бывает ведь вот кто больше, лучше поддержит коллективы, как ни пожилые люди, ни ветераны. А Людмила Михайловна Мельникова заняла пост председателя Совета ветеранов второго микрорайона всего два года назад. И сразу же взяла шефство над культурным массовым сектором. Бабушки и дедушки справляют вместе дни рождения, танцуют, поют, читают стихи. В Совете ветеранов второго микрорайона есть даже свой ансамбль художественной самодеятельности. Поэтому им особенно приятно смотреть на выступления юных дарований. Необыкновенный ансамбль. Просто вот до слез. Особенно последние песни про нашу Русь. Это необыкновенно. Для депутата городской думы Петра Смирнова участники Советов ветеранов – это самые благодарные и отзывчивые избиратели. Народные избранники держат тесную связь с председателями и с их помощью решают текущие проблемы на округе. Они очень остро и чутко реагируют на все проблемы, потому что они, условно говоря, на заслуженном отдыхе и постоянно видят какие-то проблемы в округе. И они оказывают обратную связь. После концерта гостей вечера ждал приятный сюрприз, вкусные угощения и продолжение культурной программы в непринужденной обстановке. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Саровчане приняли участие во всероссийской акции «Дети вместо цветов». Деньги, которые можно было потратить на покупку пышных букетов для учителей ко дню знаний, родители и ученики трех начальных классов направили на помощь нуждающимся детям. Вырученные средства пошли на констовары и школьные принадлежности. И первые адресаты уже получили свои подарки. Первыми в рамках акции «Дети вместо цветов» подарки получили воспитанники теплого дома. Благодаря неравнодушным горожанам в новом учебном году у ребят будут наборы констоваров, пеналы, тетради и даже книги, которые станут частью общей библиотеки. А дарить будем самому теплому дому, чтобы у каждого из вас был шанс почитать эту книгу. Вручаем для библиотеки очередную книгу. В этом году активное участие в акции приняли те, чьи подопечные зачастую сами нуждаются в помощи. Добровольцы из организации по работе с безнадзорными животными «Подари жизнь». А также многие саровские предприниматели и, конечно, школьники города. 11-я школа, 3 класса, 2-й А, 4-й Б, 5-й А, который в прошлом году участвовал. 13-я школа, это у нас 3-й А класс, 2-й год подряд участвует в этой акции. И гимназия номер 2. Приезд организаторов акции «Дети вместо цветов» стал для воспитанников теплого дома настоящим праздником. Ребята помогали открывать коробки и с удовольствием разглядывали свои новые концтовары. Детский смех и возгласы ребят не утихали долго. Дети, конечно, любят гостей, рады, всегда ждут. Ольга Николаевна у нас постоянный гость. Мы уже говорим, что приехала Флотская. Многие дети уже знают, кто это, что будут подарки, вкусняшки, как всегда, канцелярские школьные принадлежности. Рады, лишнее внимание, детям не хватает внимания. В конце встреч Ольга Флотская пообещала ребятам, что в следующий раз приедет к ним уже с новыми гостями. И даже, возможно, вновь привезет четвероногих друзей. А уже в ближайшие дни новые канцелярские товары и тетради получат воспитанники Темниковского дома-интерната и круглосуточного детского сада. Мария Руинч, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья – это главный принцип всероссийской программы «Безбарьерная среда». До недавнего времени в практике градостроительства особые потребности инвалидов не учитывались. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Вопрос формирования безбарьерной среды для маломобильной категории граждан стал одним из актуальных в социальной политике. Заходя в аптеку, магазин или отделение банка, мало кто из нас придает особое значение наличию перил в высоте ступенек или состоянию подъемов и спусков. Однако рядом с нами живут люди, для кого путь в общественные учреждения города – это ежедневная полоса препятствий. Участники клуба общения «Лотос» молодежного центра решили проверить, насколько доступна городская среда для маломобильной категории граждан. Мы с ребятами клуба «Лотос» начали выходить, просто посещать городские учреждения или просто гулять даже по городу. И когда мы сталкивались, что бордюр высокий, очень сложно переехать проезжую часть. В рамках программы «Безбарьерная среда» в нашем городе в последние годы стали появляться пандусы, уличные подъемники и перила. Однако оборудовать свои учреждения специальными приспособлениями решились далеко не все. Где-то вертикальный подъемник работает не так, как надо, а где-то и пандус пришел в негодность. Ранее просьбу учесть потребности маломобильных саровчан участники клуба «Лотос» уже направляли в несколько организаций. Отзывы мы оставили, с руководством поговорили, но за несколько лет особо ничего не сдвинулось. И в этом году решили повторить эту акцию, но более точечно. И выбрали в этом году два объекта. Это отделение Почты России и городской кинотеатр. На входе в первый пункт назначения нет ни высоких ступенек, ни крутых подъемов. Но попасть туда без помощи третьих лиц непросто. Как решить эту проблему, не знают даже сами сотрудники почты. Какой-то более пандус делается как, чтобы коляски. Ну, маломобильные граждане могли вообще сходить, заезжать. Даже не знаю. С доступом маломобильных саровчан в кинотеатр дела обстоят лучше. Пандус рядом с главным входом заметно поизносился. Но администрация кинотеатра предлагает альтернативу – попасть в кинозал через служебный вход. С обратной стороны, там именно подъем, там не ступеньки у нас идут. А сейчас как при строительстве в новый зал, там будут вообще отдельные места. Несмотря на временные трудности, активист клуба общения «Лотос» Тимофей Верхов смотрит на проблему с позитивной точки зрения. По его мнению, будущую программу «Безбарьерная среда» в нашем городе есть. Я очень рад, что в принципе какие-то шаги в направлении улучшения ситуации делаются. Но не всегда и не везде. Нельзя все сделать за час, за день. Что-то делается. Я думаю, что дальше будет только лучше. Участники акции «Удобный город» оставили свои пожелания руководителям учреждений. И хочется верить, что на этот раз их просьбы будут услышаны. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В марте следующего года в России впервые пройдет зимняя универсиада. Это всемирные студенческо-молодежные спортивные соревнования. Как и в случае с Олимпийскими играми, начнутся они со стафета огня. За 164 дня факелоносцы пронесут огонь универсиады по улицам и площадям 30 городов России. Честь нести факел удостоилась и соровченко Елена Севцова. Чтобы попасть в ряды факелоносцев, Елене Севцовой предстояло пройти сложный отбор. Среди тех, кто подал заявки на участие – олимпийские чемпионы, известные футбольные бомбардиры, участники российских сборных. Но стать одним из тех, кто пронесет огонь универсиады, могли не только спортсмены, но и те, кто добился немалых успехов в научной, творческой или общественной деятельности. Елена – волонтер с многолетним стажем, тоже смогла найти подходящее ей направление. Я посмотрела, что для этого нужно, то есть там получалось, что по нескольким направлениям можно было подать. И поняла, что общественная волонтерская деятельность – это как раз моё направление, в котором, в принципе, достаточно сильна. Необходимо было рассказать вообще о своих достижениях, чего ты добился в данном направлении и написать небольшое эссе. Войти в ряды факелоносцев этого мирового события было давней мечтой Елены, которая нашла более пяти лет. В 2013 году девушка приняла участие в летней универсиаде в Казани. В качестве волонтера именно тогда она и поставила себе цель принять участие в зимней Олимпиаде. Если у меня, как у волонтера, настолько кипит эмоциональная водоплёка, думаю, а что же будет, если я с этим факелом вообще пробегу? И, наверное, как раз с первой моей эстафеты очень хотелось попробовать себя в качестве вкилоносца, и вот, получается, мечта сбывается. Эстафета огня «Зимние универсиады-2019» стартует уже 20 сентября в Международный день студенческого спорта. Её маршрут пройдёт по улицам и площадям 30 городов страны. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ростов-на-Дону, Ставрополь и другие. А уже 6 октября с факелом универсиады в Симферополе пройдёт и саровчанка Елена Севцова. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Саровские школьники вновь читают слух. На этот раз выбор организаторов проекта из Дворца детского творчества упал на серию фантастических романов российского писателя Андрея Белянина, в которые младший лейтенант милиции попадает во времена царя Гороха. Не обошлось и без классики. Ребятам предложили озвучить произведение главного баснописца русской земли Ивана Крылова, который даже спустя полтора века после смерти автора ничуть не утратили своей актуальности. За три года работы проект «Читаем слух» принял более 400 учеников школ. И за это время ими было прочитано огромное количество русской, советской и зарубежной классики. В этом году организаторы подготовили для юных школьников произведение двух авторов – Андрея Белянина и баснописца Ивана Крылова. Почему Крылов? Потому что баснописцу в следующем году 250 лет. Ну и в программе образовательных событий есть эта дата, которую мы не могли обойти и как-то не обратить на неё внимания. Прочитать басни Крылова предстояло ученикам 15-го лицея. Школьники постарались сделать это настолько выразительно и захватывающе, чтобы другие ребята заинтересовались и захотели прочитать все басни знаменитого поэта. Как уверяют участники проекта, выступать на публике не так сложно. Главное – самому проникнуться басней и получить новые эмоции от её прочтения. Мы учимся таким способом образительно читать, и другие люди тоже учатся. Другие ребята подготовили для зрителей роман российского писателя Андрея Белянина «Тайный сыск царя гороха». Пятиклассники решили прочитать зрителям только яркие моменты произведения. После их выступления многие сидящие в зале задумались, кто в итоге оказался вором и чем закончился роман. Но ответы на эти вопросы ребята смогут узнать только когда самостоятельно прочитают произведение до конца. Читать важно, чтобы умнеть и саморазвиваться. Все люди, которые читают, у них есть большой словарный запас, и они много знают. Приведя этим любовь к чтению – одна из главных задач этого проекта. Принять участие в нём могут школьники с 4 по 11 класс. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте Дворца детского творчества. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. 12 сентября православный мир отметил День святого благоверного князя Александра Невского. Его роль в истории российского государства трудно переоценить. И чтобы в очередной раз напомнить молодому поколению, на кого стоит равняться, во многих городах уже не первый год проводится проект «Александр Невский. Слава, Дух и Имя России». В нашем городе началась подготовка к проекту «Александр Невский. Слава, Дух и Имя России». В прошлом году в нём приняли участие 17 регионов страны. Всего было отправлено около 1700 работ. Из них более 700 – от жителей нашего города. Уже сегодня Саровщане вновь готовятся к этому проекту. Первая задача – привлечь к нему молодое поколение. Это межрегиональный молодёжный проект. И как раз в Сарове он проводится уже третий год. И неспростаим на сегодня, 12 сентября, мы проводим информационно-простительскую кампанию. Будет достоин памяти великих предков. Один из основных плюсов проекта в том, что участвовать в нём можно через группу в социальной сети ВКонтакте, столь популярную среди молодёжи. В специальную группу авторы могут выкладывать свои творческие работы – стихи, видеоролики, рисунки, эссе. Список номинаций достаточно большой. И несмотря на то, что конкурс назван именем Великого Князя, героем вашей работы может стать любая другая историческая личность. И даже ваши родители, учителя, друзья, на которых вы равняетесь. Основная задача – это в дни памяти Александра Невского напомнить о том, что в нашей стране есть достойные люди, достойные предки, которым надо следовать их примеру и делать что-то достойное в этой жизни. В рамках информационной кампании представители Молодёжного общественного совета при главе города рассказали саровским студентам о проекте и провели небольшую викторину, посвящённую жизни Великого Князя. Тем, кто первым правильно отвечал на вопрос, вручали Александра Невские ленты. Стать участником городского этапа проекта «Александр Невский» «Слава, дух и имя России» может каждый желающий. Для этого необходимо всего лишь разместить свою творческую работу в группе ВКонтакте. Мария Рунич, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Это были главные новости этой недели. Смотрите наши передачи на официальном канале в Ютубе. Также мы есть во всех крупных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. Всего хорошего. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин